Привет друзья! Вы на канале, где я строю свой дом. Делаю все первый раз и по возможности своими силами. В прошлых видео я занимался кровлей, но пока отложил это занятие, так как жду доставку фальцевой кровли. Могу сказать одно, они не сильно торопятся. И чтобы не терять время, займусь обустройством скважины. Поехали! Доброе утро, друзья! Вчера не подводил электричество уже в кессон, потому что он чуть-чуть занимался обустройством. Себе вот такое вот постельное место чуть-чуть сделал, пока тут буду жить, чтобы было более-менее приятно. Сейчас мы вот электричество поводим в кессон, проведем и будем заниматься обустройством скважин. Наша ПМД труба, которую мы вчера раскатывали, вроде бы тут уже чуть-чуть распрямилась, будет проще засовывать. Поэтому приступим к этим работам. Вот солнышко уже вылазит. Вообще приятно, хорошо. Чтоб это было прохладненько сегодня. Так что полетели делать. У нас сегодня интересный день тоже. Уже не с крышей связаны. Но крышу все равно еще надо доделывать будет. Поэтому вперед. Вот, друзья, наш кессон. И знаете, что самое? Я уже когда монтировал предыдущее видео, знаете, что я сделал глупость? Какую? Видите, моя труба, она стоит не под выходом вот этим нашим кольцом, а сбоку. Ну, это какую-то я глупость сделал. То есть эту скважину сейчас не обслужить. Надо будет что-то там думать в дальнейшем. Какое-то, может, отверстие здесь вот делать какое-то, чтобы напротив скважины это все было. То есть не повторяйте их этих ошибок. Чтобы скважину, вот этот люк входной был напротив. Я не знаю, чем я тогда думал. Но вот дуростью пострадал я немножко. Потом придется за это расплачиваться. Но тут скальный грунт. Эту скважину не так часто надо будет обслуживать. Поэтому я пока насильно это не обращаю внимания. Но если у вас грунты там песчаные или какие-нибудь там другие, то лучше делать напротив. Не знаю, почему я так сделал. Но уже как сделано. От этого будем плясать. Погнали. Ну, первым делом проведем туда электричество. Потом будем уже подключать насос. Электричество и обустройство скважины буду делать в первый раз. Поэтому сильно не журите. Смотрите, тут проэлектрики чуть-чуть накупили. Всякой-всящей. Кислон он бетонный. Я буду... Не буду в гофрах водить. Просто кабель буду крепить к стене. В прошлом году был подведен кабель. Здесь мы сейчас сделаем пробку. Здесь где-то выключатель также поставим сразу. И надо вывести две розетки. Вот от скважины здесь будет питаться насос. И будет наша автоматика питаться. Сейчас вот потихоньку будем выполнять эти работы. Я думаю, тут ничего сложного. Но я все равно буду электрику первый разводить. Посмотрю, как получится. Так. Сейчас подведем... Подведем мы электричество. В розетку и выключатель. А знаете что, ребят? Тут кабеля просто еще большое количество остается с гофрой. Может все просто и по гофре кинем. То есть доставать даже не будем. Мне кажется, на все хватит в гофре. Так что... Закинем ее, если она есть. Где-то здесь у меня будет вот гидробак стоять. Он перейдет в автоматику сюда. То есть розетку где-то можно здесь сделать. Сейчас тут просверлимся. Скважина кабеля хватит сюда пустить. И здесь где-то на автоматику. Тут, наверное, не длинный кабель, скорее всего. Я еще не смотрел. Но посетительная догадываюсь, что он, скорее всего, короткий. Поэтому, наверное, розетки где-то здесь вставим. Поставим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лень победил. Сходил за шуриком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА